Абрикосы Выросла под 2 метра, но еще не плодоносит С весенней обрезкой опоздали Если бы вы знали, как ему повезло Этому товарищу, что он опоздал Как ему повезло А осенью боимся Вот это правильно боится Осенья обрезка опасная и смертельная Не погибнет ли? Вероятно, что погибнет Посудите сами Осенью понаделать рана на дерево Причем признаются официально Наукой только раны на кольцо Мол, укоротишь ветку Она станет еще лучше, а зачем тогда ее обрезать? Значит, надо отрезать целиком Правильно считается, когда на кольцо Часто пишут Не обязательно замазывать Результат Через отверстие происходит мороз А почему-то об этом не знает Не знает никто практически Когда я начал об этом говорить И схватился за голову Вот, я думал Ну, сейчас тут же все перемотно Конечно, да мы сейчас Тут же конференции, тут же это Да Железов, да надо срочно А-а, вот Все по-прежнему Морозов у нас ниже 30 Ну, для меня это не сильные морозы Кто подскажет? Ну, я, так как я отвечал письменно Это же надо было переслать ответ Через Троценко Я, вот, коротко Ваш абрикос, тем скорее вымерзли Чем больше вы будете его калечить Желание резать и резать Идет от дебильной технологии Из южных теплых стран Я же отвечаю сотням тысяч людей Поэтому, видите, приходится За каждую строчку выверять Она явилась причиной уничтожения Сотен миллионов деревьев По всей ледяной России Собственно, руками Вы знаете, две беды Сотни миллионов уничтожили А иначе быть не могло А сотни миллионов, которые поступают с юга Их даже уничтожать не надо Из 100 миллионов, допустим 90 миллионов сразу мертвое Еще 10 миллионов И сотни, значит Ну, в общем Уже первую зиму не перезимовывают Это норма Почему я так смело говорю? При мне за последние 10-15 лет Это импортное саженство Постоянногорское Было продано 10-20-30 Я так прикидывал, да? До сих пор ни одного нет А деньги выкачут миллиардами Поймите Это я продолжаю Обрезка лишних веток на живом дереве То же, что и отрезание пальцев, ушей, носа, рук, ног у человека Никто понять не может, что деревья это живые И у них также есть руки, ноги, уши, пальцы Все у них есть Надо бы как-то, я Александр, такие фотографии сделать Чтобы видно было, что в дереве есть руки, в дереве есть ноги, в дереве есть глаза Органы дыхания, все есть Ладно, отвлекся Посмотрите этот ролик и все поймете Здесь не улучшают деревья Это один из моих десятка этих самых музыкальных фильмов Вот, и если я отказался от этой обрезки и от других способов А оно почему-то, чем меньше подходит дерево, тем лучше плодоносит Значит, это как бы настраивает налад на это Но я не могу его включить, вы потом включите его Вот это вот мне прислали из Вениграда Я не помню, хоть раз показал 43 вебинара Может в одном из первых, может и ни разу не показал Эту фотографию из Вениградской области прислали Вот Это дерево было посажено, человек его не сами завечил Ну и продавец, которого так сделал Раз, 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 раз Я думаю, улучшил И сунул, еще и деньги за него взял Конечно, это смерть Но об этом ни продавцы, ни покупатели не догадываются И вот смотрите, я говорю, к чему, вот к этому рассказу Сейчас поймете Борисенко Виталий Евгеньевич Мы с ним давно знакомы К сожалению, не нашел опции поиска к ключевым словам в гостевой книге Возможно, проблема Так Ну, в гостевой книге 6 или 8 тысяч писем Где там что найдешь Хочу затронуть, поднялась ра Это ржавчина груши Вот обратите внимание Что Вот то, что ржавчина груши Или просто когда груши чернеют Вот Проблема гигантская А вот этого никто не видит Почему они Смотрите дальше Судя по тому, что я наблюдал в разных районах Подмосковья Вот у гады заражены почти все груши Да, так же, как там Почти все яблони Почти все вишни Ну, только Название Грибов разное А суть одна и та же И Вы уже догадывались, о чем речь пойдет Как молодые Трех всех лет, так и возрастные Дальше смотрите У меня три груши возраст 35 лет Вот тут обижаться, извините Примерно для современной России А груши культурные Яблони, сливы, абрикосы и так далее Они все эмигранты То есть они приехали на Даже не на сотни На тысячи метров на север Вот И для 35 лет Это уже глубокий старик Ну, примерно это И уже ждать от него Чуда Не приходится Ржавчину у них на листьях Заметил года три-четыре назад Нормально Вот Теперь так Я замечал как Посаженное в углубление Раз Прикопано На пару сантиметров Это тоже опасно Корневая шейка Два Так И вот это вот Калечения три И Деревья чувствуют себя по-разному То есть они не обязательно сразу умрут Это ясно Это покойник Ну 35 лет И все Три года как груши заболели Я к чему говорю Значит Скажите спасибо что живы Ржавчину Это мое мнение такое Вы дальше упоминайте химию Обработку Вот Просите Это Просите Совета Подскажите эффективные Меры борьбы с заболеванием Нету таких мер борьбы Вы могли опрыскать фитоаспорином И еще можете Десять Двадцать Тридцать Разных всевозможных Эффективных Казалось бы Способов Не поможет Понимаете Ну как со старика Молодого не сделаешь Хоть чем Вот знаете как Старик идет на На свидание И опрыскал себя Одеколоном Вот Одеколон Да он На спирту Это значит что Он чувствует себя бодрее Надышался Спиртового Этого Спиртового Ну как называется Это просто Аромата Раз Вот Значит Немножко кожа Запах от него приятный Но когда дойдет До дела Вот Не будет от него плодов Не будет от него Ну я образно Не будет от него толку Ваши груши Да Это их последние Годы жизни Ржавчина Это естественно Бороться с ней бесполезно Оставьте их в покое Иногда Деревья Получают Вторую молодость Это связано с переменной климата Я не зря приводил Вот жалко мне Так долго говорить Ну иначе как Мне говорят Ты долго говоришь Ну а как я докажу Яблони груши Было когда то одно дерево Дало плоды Разделилось на яблони груши Одни пошли В сухие места Это груши У них корень Они боятся сырости Яблони пошли на юг У них есть корневые отводки Они могут передвигаться Даже просто ногами А корневые отводки Это их ноги Разделились Так Значит Меняется климат В этом году Елена Александровна не даст соврать Вот Но сейчас Дождь 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 Ну и Дождь 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 что знаю потому что и так уже где-то кто-то зубами скрипит например москве как я по ним прошелся и вот получается а с вас бы по десятке бы по полтинничку вот и глядишь можно было бы это 300 фильмов самое ценное их можно каждый разделить на 10 получается 3000 но это получается по 20 минут тогда вот и все 3000 запустить в серию только тогда можно переломить ситуацию куда бы человек не судился а там садоводство по железу да вот поэтому дальше я честно не ради меня ради той будущей тысячи питомников ради тех детей вот могу песню спеть скиньте граждане по копеечке я имею ввиду порублю вот здесь я не стесняюсь это не мне это на то чтобы фильмы могли тиражироваться вот а теперь смотрим чем мы стоим ладенков вот здесь вот вот это это ролик так на этом ролике я с ним единственный это кому надо посмотреть детская фотография вот я рассказываю среди вас за полгода меня увеличить 500 не больше вебинар они не самые популярные но среди 500 этих человек которые за полгода увидят где-то романтиков наверно уже в полсотни сотни уже купить у меня семена это уже романтик вот эти вот черники попали от меня к вытенкову это мастерство не пропьешь и вот они превратились деревья вот он рассказывает что эти плоды 80 граммовый продолжает здесь сильно не показано но и речь идет о другом понимаете мы являясь друзьями искренними друзьям пошли разными путями я их вы видели выше в руках у Савинича Ирины Александровны плоды да вот эти тоже эти будут почти такие же до 100 грамм ну фотография не лучшая плоды огромные ну так бывает у них предельно 90-95 грамм предельно это ну а вкуса еще вкуснее чем в академике так вот у меня свой путь я это говорю для романтиков потому что я же продаю косточки с этих же вот сейчас у меня продажи вот эти самые косточки да я уже принял решение ага губу раскатали не больше 10 штучек вот эти самые не больше 10 косточек в одни руки почему потому что за ними будущее у них гены манджорсов раз вот и мечтать не вредно а без мечты нечего в саду делать а здесь получилось так я раз раз у меня каждое дерево это новый если не сорта сорта образец клон причем клон название неправильно клонирование означает тиражирование близнецов ну можно назвать телечек доли можно назвать это этим самым инкубаторскими а на самом-то деле другого слова пока не придумали так вот он взял и решил сохранить качество моих этих самых королевских у него получилось 3-4 года по отношения оплоды стали вы увидели вы видите вот ссылку красный ярко-красный это еще не получается фотография ярко-красные плоды какой черт и сохранил вот он взял и привил не на как я на манджурцы а привил на хабаровский крупный на крупный получился еще один клон еще один вариант его утверждает меня сохран сохраняйте качество и вот кто из нас правы сам может быть и правда сохраняет почему а может быть это и был истинный цвет ах те кто знает я же веточку получил тоже недели не из франции вот так интересно идем дальше вот королевский вот я специально взяли мы сфотографируем 72 грамм это середнячок бывает крупнее что у них общего ведь поверьте фильмы он ярко-красный глаза это режет но интересно какой настоящий идем дальше это для романтика вот это серьезная фотография очень серьезно очень полезно я не только разлагольцев могу но и чему-то учить значит зовут ее лариса много лет общаемся по интернету по моему когда-то даже письма долго писали почтовые вот и вдруг присылают у них гибнет дерево вы считаете что она уже мертвая значит ошибки в девять из десяти каждый из вас уже знает прекрасно что вот эта оградка погубила абрикос у нее пока отсохла одна ветка все дела конечно отрезы раз погибнет и все остальное смотрите да сгнила до замазала вот но это не убрала это настоящий ну то есть кто что мы про сегодня с одной проклинаем посадку углубления да вот углубление получилось все равно согласитесь даже здесь ровное место углубление оградка она вот мне еще говорят ну что же делать то значит я пропагандирую низкую низких там перед отсутствием там где-то что же самое плохое проветривание даже если поградки не было на это я отвечаю на той холмы что было проветривание воздух должен не только сбоку сбоку и сверху вниз двигаться так здравствуйте Валерий Константинович сильно мне да ну я понимаю что лариса сейчас увидит и уберет эту оградку а дальше ну скорее всего она не выживет уже да еще чтобы выжила вот сейчас фактически прекратилось снабжение дерева кровью кровоток прекращен не только отрежьте сухие ветки вы сейчас уже все дерево больно на мой взгляд оно больно а вот так вот смотрите внимательно если видно курсор вот так все отрежьте замажьте ждите чудо вот иногда бывает так чудо повторяется так вдруг после такой сильной обрезки вылазит уже не здесь побег а вот здесь рядышком то есть от корней вот сюда выходит вот это будет вторая жизнь дерева пусть уже не привитого но вы же видели что мнение привитые способны на чудеса здравствуйте Валерий Константинович сильно меня не ругайте сейчас я вам дам я начинаю с садовод я читался в интернете про прищипку и при прищипнул в начале июля долго давало яблони вот я сразу скажу как вот вы прищипнули в начале июля ну фактически середине лета и они она начинает обрастать так вот как вы а теперь представьте себе мало того что у нас не италия не испания а где вы живете ну будем смотреть средней полосе россии да и она с весны то до осени часто дерево гибнут или подмерзают капитально только потому что лета не хватает ну тех двух-трех месяцев не хватает хоть и плать деревья адаптируются да ну как когда-то они тысячи садоводов десятки тысяч они как-то все пытались дерево перестраивались которые выживали массовая гибель была и сто лет назад и 30 лет назад но от которой выживали они у них же короче так называемый таким не перел но что вы сделали вы уже прищипнули в них пошли это страшный прием до середине лета он 8 это опасен а в середине лет он просто подлый потому что вот пошла почка тронулась в рост в июле загибаем пальцы где то у вас написано июнь и июль сейчас июль июль значит август сентябрь октябрь все как когда же если надо вызреть и не хватает на вызревание 3-4 месяца значит вы фактически дерево погубили я надеюсь понятно объясню сейчас они у меня обросли в круговой ветвями второго порядка вот бедные эти вот не трогать бы эти почки бы до осени бы вызрели и что я теперь делать не знаю подскажите пожалуйста так понимаю до весны не подходить конечно не подходить прирост скелетных веток по метру примерно если бы не прищипнуло было больше вы понимаете что интересно чем здоровее дерево ясно прирост это как первое это сказать не надо быть никаким специалистом на одном полметра просто на 2 метра на третьем к осени 2 метра и вот эти вот два метра метр полтора два метра я иногда мерил бывало и 2,5 поверите и вместо того чтобы радоваться что самое лучшее дерево его именно мелко это еще могут это не тронуть а мощное дерево с ветками от метра до двух обязательно скалечить это прям стало болезнью люди не виноваты я всегда говорю знаете не подумайте что я к вам вот допустим виктор или там выше лариса и прочее отношусь к вам с огромным уважением вы прекрасные учителя артисты врачи в общем текарь пекарь аптекарь и вот ну что сделать когда наше самое качество качество которое нас когда-то погубит россиян это доверчивость данном случае мы верим тому чего нам преподносят вот люди которые ничего не понимаю а кстати я завелся смотреть сюда вот улучшается дерево да видите я просто таких тысячи фильмов первый же раз это чтобы показать вот но не может ну вот что ей надо ведь когда она укорачивает она как будто и вроде бы как специалист вроде как нас учит но она учит загущать еще больше отрежешь заподлицо ветку от скелета ветки боковую ветку отрежешь рано страшно отрежешь половину еще больше загущения вот они же как уже надо продавать колонавитные яблони и она берет секатор и говорит вот это это тоже снимок с этого одного из тысяч вот она вот четко теперь все мы берем вот это это колонавитные яблони и вот это мы вот эти соседки будем уничтожать а вы вчера с сан или позавчера сделали фильм очередной который никому это сейчас ну давида висит до ума вот то 7 я веду взять заглавить из кусочков как-то шить его вот лучше делать не может человек все знать я не могу вот и там мы стояли в этом фирме возле колонавитки на ней уже десяток была молодая трехлетняя десяток яблони вот я показывал что я буду на боковых ветках она требует чтобы эти боковые ветки отрезать вот и вот это просто как сказать к теме пришлось теперь смотрим сюда я вас познакомлю всегда с интересными людьми и итак вспоминайте пианист он же валерий владимирович привез ему в гости Елена Александровича видите вот дело в том что что она смотрит мы стоим по низу уже все собраны так нас угощают челюстями а вот это все птицам так я бы не стал показать обычное дело у меня птицы съедают процентов 80 от моих челюстей они не только они эти то не успеют которые доступности руки и те умудряются из увечья а вот что там говорить все вот это все погублено это не достанет это хоть вышку вызывай вот потому что это ценнейшие ягоды смотрите дальше вот а я то с ним уже знаком и вот и в плане того что или она сам я хотел показать что такое волшебник который даже начинается волшебник смотрите вот он взял вот пианист я приучаю к этим сам я я так лучше людей различались пианист я знаком если время владимир таких в стране тысячи а пианист один вот за сюда вот он взял никого не спрашиваю вот вот эта прививка на я проверял на эту самую потому что по двое пошли отсюда не по двое а камни отводки все заразили это на вишню сибирскую штамповую а это на степной представляете и у нее получилось мало рослое дерево теперь так такие случаи редки потому что черешня обгоняет вишню степную по диаметру несколько раз и у нее у этого дерева короткий век через несколько лет он умрет ну что все шаговые доступности и дальше перспектива елена санна я говорю вам может быть еще одному долгу я никого туда конечно кроме вас наверно возить не буду если совсем кого-то такого серьезного если кто-то подружиться из печеревского института смотрите вот это вот у нас угощает а на дальнем плане вот это густо 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 это есть это нормальное размножение вишни степной так то есть это готовое по двое и когда они же родственники они так все ну конечно непрезентабельный вид вот но они все объединены одним корнем так и теперь если мы отсюда берем веточку и привая на степную вишню на любую особенно если вот на эту идет дальнейшее сближение я мы все время спорим а кстати споры прекратились я все это ушло умерла споры о том влияет ли привой на подвой влияет ли подвой на привой все умерло все нету ничего иногда я где-нибудь там вдруг раз вспыхнет спор как мне пишут там на сайтах это но тут же в грязи польют и все на этом качается а на самом то деле в это но еще одно направление помните я рассказывал что надо направление там абрикос на терна абрикос на сливу помните вот вишня черевишня вот и здесь это интересно до того что мы можем иметь компактное деревья почему еще потому что и степная вишня влияет на сережки делая ее менее рослой но это не одноразовая операция это направление в науке должно быть представьте себя компактная двух-трехметровая возьмите справочек вишня степная два с половиной метра это средняя бывает напишу два редко три два с половиной метра она разлапистая подражаем она сгибается получается компактная теперь представим себе что вся хронная черешня и она такая же компактная я с этим столкнулся уже на что черешня редкость уже это ну ну еще есть птиц кормим все ну вот это направление Александр это просто находка а вам уже первый шаг сделал видите то есть здесь есть подвое есть прямой вот есть эту работу продолжать а так как я уже перед этим 10 пальцев загнул значит я могу это самое вас даже пожалеть потому что невозможно столько всего так ну что интересная тема идем дальше а через это настоящая а кстати фотографии мы не делали я же вас сегодня угощал брянская розовая конечно испортили ее сенцами вот она два раза мельчая это ну хорошо вернем вернем а с вас слова брать потом с того света буду доставать вас ну и так как волшебник из волшебник летом он выносит горшки и у него такие красивые получаются эти самые лимоны ну это так это как бы ну как без таких картинок а была бы жизнь не жизнь чудо настоящего ну кто его просил он даже не знает что натворил он не знает что он сделал настоящий большой шаг он делал сделал да не отдавая себе отчет ну это или ансадная она тут что раз меньше меня живет умудрилась вот это вот заметить вот эту палатку ну я ее как бы для прикола сфотографировал но есть же нормальные люди это с их точки зрения ненормальные это вертикальная скала просто так показано как будто она с наклоном вертикальная скала там люди живут так еще один абрикос бродского то есть помните тот был номер четыре вот это номер пять он тоже созрел немножко урожайчик пятьдесят сто плодов но я их тоже собрал кому-нибудь достанусь вот броска вышла первые тысячи рублей потому что я хоть и говорил пополам поделим я не смог я поэтому все все первые сорок осочек первые тысячи ушла к нему вот вот эту фотографию мне мне много фотографий одна из них елена Александровна Савинич делала фотографию где-то там в Меченевске да вот меня сразу поразило что конечно это не у нас это реклама это реклама оборудования это красивая фотография вот здесь яблоки столько никогда не будет на территории россии это самый юг значит демонстрировалось как я понимаю оборудование вот то что я видел на снимках я увидел очень затратную технологию высокой себестоимости для россии и малой отдачи но я не могу эту тему раскрывать когда елена Александровна станет директором чего-нибудь вот а вот это кстати надо было стереть да пускай останется пускай останется ну что делать ну понимаете мы не обижаемся на ученых они не знают железа они слышали они в этом не виноваты вот действительно откуда они могут знать меня же за это спрогнали с трибуны международной конференции так вот а допустим то что она показывала на пальце помните про рыбака это который руки связали он показал размер глаза у рыбы так так примерно и тут вот мы не поверили это естественно знаете почему не поверили потому что эту фотографию видели может я правда ее это придумал вот дело в том что как сказать вот я хочу может быть когда то все таки они увидят хотя бы вот этот фильм ну я имею ввиду руководителя митюринских этих самых научных учреждений так вот я хочу чтобы поняли вот есть допустим участок да длиной 40 километров с этой стороны еще стоим пол километра километра кое-где несколько километров вот значит морозы бесснежья выползли наши абрикосы все где-то за дом посадят и опять такие же урожаи почему у них не получается я пытался понять и я просто хочу сейчас ясно не слышат они меня не услышат обращаюсь к простым людям нужно устроить такое соревнование например если выписали 100 200 300 ну кто-то рискнет 500 косточек ну это цена даже не застолья так даже не новогоднего застолья а просто пикника какого-то вот и посадите половина из них пойдет в рост через пять лет из допустим 300 останется пусть 50 автоматом воршат лучше на расстоянии 100 километров представляете 200 радиус 300 а в этот раз входит несколько научных учреждений и так далее и так далее вы знаете у меня был случай извините разговаривался 1100 косточек у меня выписал в иркутске там длинное название это было еще письмо от них пришло они выписали у меня 1100 косточек вот тех самых которые весь спектр амора серафима вложился вот я естественно их не учил ничему я просто вышел на следующий год приходит письмо а у них слово науч было и еще слово сельхоз было но не не чисто научное какое-то такое что-то такое чисто практического потреб союз науч что-то вот длинное для названия вот они мне заплатили полную стоимость как по тем временам солидную 1000 косточек для меня большие деньги тогда были я только начинал приходит через год письмо я его запомнил потому что такие вещи у нас зашло 84 саженца из 1000 100 да объясните чтобы нам с вами не терять дружбу там была такая заковыристая чтобы мы не потеряли к вам уважение будьте добры объясните почему у нас так мало зашло вот и как где тут речь идет о качестве кости что я о нем знаю срепцировали наверняка под осень посадили вот вороны клюют мыши грызут воруют мыши по черному вот закопали глубоко там же они могли сгнить и вы понимаете это а если вот допустим кому как вот мы сейчас я и вот несколько моих десятков сотен слушателей посадят смотришь ну уже ближе к москве питеру все это будет дальше но тут же очередной смотрите а это мои друзья не другие из председательного хозяйства номер 9 это значит сентябрь да значит полив не заменит т т т т т т и что получается чтобы продать вот этот вот фланг да вот я просто хочу понимаете триста тысяч я я упреждаю это моя роль это мое призвание это моя мой крест потому что ненависть лютая в ответ смотрите они мне говорят письмо официально получил Валерий Косинович вы нас грязью поливаете вот я поливаю грязь они поливают уничтожают сады а я и грязью поливаю слово поливать да влагозарядковый полив лучше проводить 20 числа сентября что такое 20 числа и 5 месяца даже в Сибири начинают желтеть листья только的 вот то есть большинство листьев это редкий случай когда кто-то сбросит в это время а еще деревья плато они у нас являются эммигрантами то есть попадание под первые морозы в зеленом состоянии это довольно часто явление а если и смертельно опасно вот как ведут себя деревья мне никто никогда не учил я не прочитал ни до Но я смотрю и вижу, что осень льёт, 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 лес не сбрасывает, хотя холодно. Не сбрасывает. Почему? Я понимаю так, что корням из низшей влаги смертельно опасно, потому что выдавливают кислород, потому что, в общем, много чего плохого. И, кстати, вся живность подземная гибнет. Дерево – это их дом. А дом – это значит, что дерево с помощью листьев, вот так как с шалашиком, она всё дальше, каждая капля, капая с листика на листики, уходит от центра, не гнается штамп. И это же крыша. А там по периметру уже стекает основная часть воды. И вот пока это спасается живность, спасаются корни, спасается штамп, который сгнивает иначе, штамп – это самое такое беззащитное место, особенно ежевеченное. И в это время, пока идут дожди, ни за что листь не сбросят. Вот. А им плевать, они пишут 20-го числа сентября срок до средней, северной ещё зоны, представляете? И несмотря на то, что лист ещё не сброшен. Да. И они, для чего это? Потому что им нужно, ещё раз, ПХ номер 9, им нужно в сентябре продать фланги. Вот кровь из носа. Ради этого 300 тысяч человек надо уничтожить, чтобы они уничтожали. А ведь, ну раз 300 тысяч экземпляров сделали, значит 300 тысяч просчёт, а ведь я же это брал в библиотеке. Это уже не 300 тысяч, это уже миллион. Вот. И вот это, помните, я рассказывал, как вот этот подзимний обрезок, чтобы продать этот самый, спиро из увечья потом замажем. Вот. Вот это просто я не мог удержаться. Почему? Вокруг меня тишина стопроцентная. Вот сейчас реакция будет ноль, просто ноль. Никто никогда. Я же, помните, фильмы создал, я писал название фильма. В Ройсен нужно созвать международную конференцию или там это расширенное заседание. Потому что, что ж творится-то? Ну нельзя же так подло поступать. Только ради того, чтобы они заплатили журналу за вот рекламу вот этих вот, да? А вот это разве агроном? Вот бы проверить то есть. Это извиняюсь. Продолжение следует...